всем привет друзья и зрители моего канала в данном видеоролике я бы хотел рассказать вам о том как пользоваться программой open broadcaster software или сокращенно obs мы с вами рассмотрим ее интерфейс ну а потом я расскажу вам как записать видео с помощью нее и как делать стримы на youtube и twitch программу можно скачать абсолютно бесплатно тайта obs project.com ссылочку я проложу в описании к видео ну что ж давайте теперь подробно ознакомимся с интерфейсом данной программы как вы уже догадались я снимаю это видео с помощью данной программы итак здесь мы видим два белых окошка первое окно это сцены а второе окно это источники каждой сцене может быть несколько источников в окне источники вы можете выбрать откуда будет идти сигнал то есть откуда будет производиться захват видеопотока например игра рабочий стол или другие параметры допустим мы с вами хотим записать игру мы нажимаем правую кнопку по окну источники здесь появляется кнопочка добавить выбираем игра вводим название игры она может быть любым например дайзи нажимаем ok далее появляется такое окошечко и здесь мы видим строку которая позволяет выбрать приложение которое будет записываться в данный момент здесь только explorer то есть мой проводник и больше ничего нет поскольку ни одна из игр на моем компьютере в данный момент не запущена как только я запущу любую игру здесь появится название этой игры соответственно что мы и должны будем выбрать после того как мы выберем игру мы нажимаем кнопку ok и в данном окне должна будет отображаться игра однако отображаться она будет в том случае если вы нажмете кнопку предпросмотр кнопка предпросмотр служит для того чтобы понять как будет выглядеть картинка на записи если же вы эту кнопку не нажмете то соответственно ничего не будет отображаться в этом окне здесь кнопка начать запись но в данный момент у меня на остановить запись поскольку я записываю показываю вам это все она соответственно и начинает запись вашей игры что касается настроек то в принципе здесь ничего не меняем единственное что заходим в настройки кодирования ставим кодировщик x264 качество обязательно выставляем на 10 и максимальный битрейт в принципе 3000 будет достаточно меня здесь 10000 стоит но это не обязательно хочу обратить внимание чем выше битрейт тем соответственно весит больше ваше видео ну для записи нам пункт трансляция вообще не нужен единственное что здесь вы будете выбирать путь к файлу далее видео здесь принципе все по умолчанию ваша видеокарта если у вас их две вы выбираете какую использовать соответственно масштабировать разрешение не нужно количество кадров в секунду ну оставим по умолчанию 30 в настройках аудио обязательно выбираете устройство воспроизведения будь это ваши наушники или динамики и микрофон ну горячие клавиши тут я ничего как бы не выставлял я ими не пользуюсь расширенные настройки тоже в принципе по умолчанию кодировщик fix und мы ничего не меняем и шумовой гейт принципе оставим тот же все эти настройки касались записи видео на компьютер и так как же стримить на youtube в принципе все то же самое только необходимо нам зайти в настройки в раздел кодирование сначала и настоятельно рекомендую выставить максимальный битрейт не больше трех тысяч иначе у вас будут тормоза нажимаем применить далее переходим в раздел трансляции здесь выбираем сервис вещания youtube ms url оставляем тот же и как видим предупреждение красными буквами что наши настройки obs не оптимальны для работы с youtube пожалуйста установите следующие настройки а именно нужно установить интервал ключевых кадров на 2 секунды либо просто нажать кнопку оптимизировать чтобы необходимые изменения внеслись автоматически ну что мы и сделаем мы нажимаем кнопку оптимизировать соглашаемся нажимаем применить обязательно проверьте устройство воспроизведения чтобы стояло нужное чтобы был нужный микрофон и динамики здесь для стрима нам понадобится ключ теперь где его взять соответственно заходим на ваш канал youtube нажимаем менеджер видео прямые трансляции запланировать новую трансляцию в данном окне вы можете ввести название пример мой стрим указать время начала и время окончания описание видео можете добавить и теги если потребуется нажимаем создать мероприятие после чего нас перебрасывает вот такое вот меню здесь мы можем добавить значок к видео хочу обратить ваше внимание что поддерживаются файлы форматов джимпэг джив бмп и пнг размером не более двух мегабайт и до рекомендую использовать разрешение 1280 на 720 пикселей максимальный битрейт видео кодера здесь выбираете качестве я возьму 1080 далее нам появляется вот такие настройки видео кодера и отсюда нам нужно название потока а именно вот этот вот ключ мы копируем вот сюда в bs и нажимаем применить и ok после чего мы нажимаем сохранить изменения если вы хотите стримить с камерой веб камеры то нажимаете добавить камеру нажимаем панель управления трансляциями после чего заходим в bs и нажимаем запустить трансляцию после чего спустя некоторое время здесь должно появиться информация качество потока да вот она появилась нам пишут что все в порядке после этого мы нажимаем предварительный просмотр нажимаем ok и через несколько секунд будет доступна кнопка начать потоковую передачу если все правильно настроена кнопка появляется если мы нажмем то видео будет готово к прямому эфиру вот и все вот и все настройки которые касаются трима на ютубе и так как же стримить на твиче стрим на твиче очень схож со стримом на ютубе мы должны обратно зайти в настройки выбрать трансляцию и в сервис совещания указать сайт твич после чего мы должны выбрать сервер советую выбирать либо франкфурт либо амстердам так как эти сервера ближе расположены к россии далее obs опять нас предупреждает о том что настройки не оптимальны для работы с твич и нужно установить следующие настройки мы нажимаем кнопку оптимизировать и нажимаем ok как мы видим теперь уже все нормально и нам остается опять же откуда-то взять этот ключ да так для этого мы заходим на сайт twitch а здесь вам нужно будет зарегистрироваться создать учетную запись свою у меня она уже создана а здесь слева есть такая приборная панель мы нажимаем кнопочку вниз и видим здесь пункт информационная панель нажимаем здесь вы можете дать название вашей трансляции указать язык трансляции а также можете посмотреть статистику просмотров небольшую но нас интересует вкладка ключ потока нажимаем на нее нажимаем показать ключ копируем его obs вставляем нажимаем применить ok после чего мы нажимаем запустить трансляцию и наша трансляция появляется на нашем канале твитч сейчас мы немножко подождем и она должна появиться да вот мы видим мое объяснение как стримить на твиче что ж если вам понравилось это видео ставьте палец вверх подписывайтесь на канал я постараюсь вас дальше радовать такими уроками с вами был александр всем пока